Здравствуйте, друзья! На связи вновь Браун с еженедельным дайджестом на канале. Хороший выбор. Слухи слухами, а некоторые из них оказываются правдой. На прошлой неделе мы вам рассказывали о новом нишевом графическом ускорителе от AMD, который займет позицию между Radeon RX 560 и 570, видеокарту Radeon RX 560 XT. Как выяснилось, красный уже вовсю готовит GPU к релизу, но для китайского рынка. Работать новинка будет на урезанном Polaris 20 и по характеристикам будет чуть слабее ее собратьев. Например, базовая частота состоит всего 973 МГц, то же касается и количества графических блоков. Зато памяти можно будет выбрать чуть больше. Есть варианты на 4,8 ГБ, в отличие от ее старшей версии, где были пресеты только на 2,4. В целом, обычная видеокарта для рядового нетребовательного пользователя. В нашем регионе она появится только в вариантах от Sapphire по цене около 150 долларов США. Но это не точно. Что точно, так это наличие работающей технологии трассировки лучей на видеокартах от красных. Серьезно. Свежая версия высокотехнологичного игрового движка CryEngine уже способна обрабатывать отражения и прочие радости в реальном времени на Radeon RX Vega 56. Для ее работы не требуется артиядра. Собственно, DICE в свое время заявляли, что для лучей такие ядра и не обязательны, и технология в урезанном виде уже есть в их Battlefield 5. Как рассказали разработчики, вся нагрузка при вычислениях ложится на стандартные вычислительные блоки, которые есть в каждом ускорителе. Стоит также уточнить, что данная технология требует куда меньше вычислительных затрат. Это позволяет говорить о том, что даже недорогие видеокарты вскоре смогут справляться с подобными задачами. Технология аналогично может работать и на видеокартах от Nvidia в частности. Интересно, как там обстоят дела у Radeon Race? В продолжении о технологиях. Грядущий чип Navi все от тех же AMD фигурирует в инфополе все чаще и чаще. Это в теории очень сильный аргумент в пользу технологичных видеокарт от производителя в обозримом будущем. Если верить источникам, новую технологию красные могут привести прямиком на выставку Gamescom 2019, которая стартует 21 августа. Если подобные новости все же окажутся правдой, то можно смело заявить о том, что за последнее время у Nvidia на их практически монополизированном рынке вновь засияет сильный конкурент. Но пока господину Хуангу об этом не приходится беспокоиться. Они заняты прекращением поддержки технологии 3D Vision. Кто не в курсе, это такая штука, которая позволяет играть в игры и смотреть фильмы в объемном изображении. Надел очки и пожалуйста. Технологию двигали еще с 2009 года, но она оказалась провальной, как подвели для себя итог все компании-производители. С этой точки зрения оказались не согласны пользователей, которые являются обладателями телевизоров или мониторов, поддерживающих данную фичу. Однако факт остается фактом. Поддержки больше нет, и это значит технология официально мертва. В эпоху VR это было лишь вопросом времени. Хотя те же очки виртуальной реальности пока не снискали такой широкой популярности среди простых игроков. Это опять-таки если верить аналитическим порталам. Надеемся, в будущем 3D технологии все же вернутся в строй, но с уже куда более доработанными деталями. Думаем, никто против такого развития событий не будет. В дополнение немного про Smash Z. Это краунфандинговый проект, успешно стартовавший в 2016 году, главной целью которого было возродить портативные консоли. Время шло, деньги были более чем успешно собраны, обещания даны, трейлер показан, Sony уже успела прекратить производство PlayStation Vita, фактически признав рынок мертвым, скоро сменится поколение чипов от Ryzen, а портативная консоль от Smash все не торопилась выходить. На днях в сети появилось несколько видео с демонстрацией возможностей устройства. Ей по зубам оказались такие игры, как Borderlands 2, Portal и всеми любимый Overwatch. О более простых примерах даже рассказывать не будем. Тем не менее, демонстрации это очень хорошо, но очевидно, что такой зачажной разрыв между датами очень огорчил потенциальных покупателей и инвесторов. И это на фоне появления третьего варианты портативки. Изначально их планировалось всего два, за 700 и 1000 долларов соответственно. Выглядит все это неплохо в теории, но кому оно нужно в 2019 году, когда ноутбуки за такую же цену умеют делать то же самое и даже лучше, при этом не выглядя как устройство по запуску баллистических ракет, имея вполне консервативные и удобные для транспортировки габариты. Ну, вы поняли. Давайте лучше к игровым новостям, друзья. Halo на ПК. Нет, мы не совершили прыжок в 2004-й. Теперь весь Мастер Чиф появится на ПК до конца этого года. Об этом сообщили Microsoft на своей трансляции Inside Xbox. Изначально предполагалось, что анонс произойдет не ранее E3 2019, но карты сложились так, что компания сделала анонс намного раньше. Доступен Halo The Master Chief Collection будет как в официальном магазине Windows Store, так и в Steam, конечно же. Обновленные версии получат улучшенную графику в соответствии с текущими трендами, а также полноценную поддержку мышки и клавиатуры, что неудивительно. Точные даты выхода не сообщили, но вы уже сейчас можете подписаться на все обновления проекта в том же Steam. Трейлер Battlefield 5 Firestorm не заставил себя долго ждать. Буквально на прошлой неделе интерес игроков подогрели сливом инструктажа из режима, как следом появляется полноценный трейлер. Королевская битва времен Второй мировой войны в виде нетайс это боевые вояки, разрушаемость, огромное огненное кольцо и один красный трактор. Очень надеемся, что огненное кольцо не случится у игроков, ведь на фоне популярности другого проекта на площадке Origin что-то явно может пойти не так, это мягко говоря. Очень надеемся, что в команде выбрали верные приоритеты. Это последний шанс на реабилитацию. Когда мне было 15 и я заходил в твиттер, Gearbox как бы невзначай крутились около меня и все намекали на выход следующей части Borderlands. Первый раз я не обратил внимания, так они начали ломиться во все инфоповоды и орать, что ты там молчишь, вот же, анонсим. Если верить знаком оставленными разработчиками, то на PAX East 28 марта может состояться полноценный анонс Borderlands 3. А может и не третья часть, а вовсе ремастеры, а может всего вместе, вы же знаете эти студии. В общем, вся информация будет в конце. месяца. Напомню, что с момента выхода последней части во вселенной прошло уже шесть с половиной лет. На этом все. Увидимся уже совсем скоро.